Друзья, всем привет! С вами канал Realtek. В этом видео расскажу, как обновить телефоны Xiaomi и Redmi до MIUI 11, если у вас висит обновление и при обновлении через Wi-Fi все время появляется ошибка обновления. В этом видео я поделюсь своим опытом, как обновил я. У меня на канале уже есть видео, где я рассказывал, как мне удалось обновить и избежать эту ошибку. Там ничего сложного, единственное, нужно закачать файл с прошивкой, открыть дополнительные настройки и через три точки обновить из файла. Это не сильно удобно, хотя и легко. Единственное, что меня не устраивает, так то, что когда приходит обновление, все время мне приходится выкачивать этот файл прошивки и опять через три точки обновлять. Это как минимум неудобно, а как максимум, когда у меня прилетает обновление прошивки, я на сайте могу эту прошивку скачать где-то через неделю. В этом же видео я расскажу, как же легко обновить, всего в два клика, сможет обновить каждый, если у вас такая вот ошибка возникает. Единственное, есть свои нюансы, давайте сейчас расскажу, какие нюансы есть. Так вот, по Wi-Fi не обновляется, соответственно, мы отключаем Wi-Fi и нужен мобильный интернет. Тут учитывайте один момент, что у вас должен быть либо безлимитный мобильный интернет, либо много гигабайт трафика бесплатного, потому что вам это может выйти дорого. У меня же в пакете много гигабайт дается бесплатных, поэтому я включаю мобильный интернет. Плюс интернет должен быть быстрый. Вот у меня 4G, если медленный интернет, то очень долгое будет обновление. И вот, через мобильный интернет обновляется без проблем. Включил я мобильный интернет, захожу, как обычно, в настройки, о телефоне. Я скачаю полную прошивку, потому что уже обновлений нет на мой телефон. Я закачал до самых последних, поэтому я покажу на примере загрузки полной прошивки. Вам же достаточно будет проверить обновление и закачать прошивку текущую. Я покажу на примере полной прошивки. Ну и здесь предупреждение о том, что подключитесь к Wi-Fi, что я использую мобильный интернет, и загрузка обновлений может вызвать дополнительные затраты. Так как у меня в пакете есть гигабайты, поэтому я загружу. У вас же, если по мегабайтный трафик, то, конечно, этого делать не стоит, потому что будет дорого. Вот, потому что прошивка может и более 2 гигабайт занимать. На мою модель, вот по завершению закачки, будет 2,2 гигабайта. Здесь предлагается включить автозагрузку. При следующей загрузке обновлений я не буду включать. Все, пошел процесс загрузки. Я буду перематывать, чтобы долго не ждать. На 88% у меня долго висело, поэтому тут не пугайтесь. У меня минут 7-10 висело на 88%, после чего загрузилось. Теперь я перезагружаю. Идет уже полностью обновление MIUI 11. Все хорошо. Не забывайте, перед обновлениями желательно делать копию, там, если у вас какие-то есть важные данные. Плюс обязательно зарядите батарею перед процессом обновления. Все, телефон у меня обновился. И в будущем теперь я также могу либо обновлять первым способом, которым обновился. Ссылка будет в верхнем правом углу сейчас, либо внизу в описании, либо опять же через мобильный интернет. Потому что через Wi-Fi все равно вылазит ошибка. Даже если бывает энергопотребление большое или еще какие-то проблемы, рекомендуют качать полную прошивку. Вот как я сейчас для примера сделал. Скачивание полной прошивки, вот как в данном случае, тоже не устранило эту проблему. То есть через Wi-Fi у меня обновление не приходит. Все время висит ошибка обновлений. Сейчас я могу либо закачивать файл, чтобы обновиться. Это неудобно. Либо пользоваться мобильным интернетом для обновлений. По завершению прошивки у меня скачалось 2,2 гигабайта. Имейте это в виду. И плюс, очень важный момент, должен быть быстрый интернет. С учетом того, что у меня 4G, полная прошивка где-то закачивалась около 20 минут. Вот такие вот, друзья, два пути решения пока по обновлению, какие я знаю. Решил с вами поделиться, как обновляю я на текущий момент. Если кто знает, в чем проблема, как ее устранить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то видео было полезно, не забудьте меня поддержать лайком. Подписывайтесь на канал. Здесь очень много полезного видео. Всем пока.